Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Луч». В студии для вас работает Тимур Акмаев. А последних событий в городе в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами. 30 июля в Красномучье прошло памятное мероприятие, посвященное авиаудару по городу. Об этом сообщает сайт администрации. 8 лет назад самолет ВВС Украины нанес ракетно-бомбовый удар в районе въезда в город. С того самого момента мирная жизнь красноучен прекратилась из-за агрессивных действий в СУ. В результате авиаудара погиб местный житель. Был поврежден газопровод высокого давления. Кроме того, снаряды упали в районе завода «Стандарт». 100 тысяч абонентов остались без газа. В годовщину трагедии глава «Красного луча», представители администрации, общественных организаций и молодежного совета почтили минуты молчания всех погибших людей на Донбассе за время агрессии в СУ, а также возложили цветы у памятного знака, который был установлен в пятую годовщину трагедии. Красноучская администрация сообщает, что со 2 августа начнется прием документов для предоставления компенсации гражданам, которые утратили свое жилое помещение в результате проведения боевых действий. При себе нужно иметь заверенную собственникам копию документа, удостоверяющего личность владельца, копию документа, удостоверяющего личность члена семьи собственника, либо свидетельства о смерти, выданного компетентным органам иностранного государства, применяемого в соответствии с законодательством ЛНР, заверенные владельцам копии свидетельства о браке, о рождении, усыновлении и удочерении, копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, копия документов членам семьи собственника, подтверждающих регистрацию по месту жительства совместно с владельцем в жилом помещении на момент его разрушения. Прием документов осуществляется в администрации города Красный Уч на улице Коммунистическая, 33, в Большом зале. Вход старца зданий с 9.00 до 17.00. В адрес главы Красного Уча Сергея Рыбальченко поступили ряд жалоб об инициативе руководителей образовательных учреждений города в сборе наличных средств с родителей для восстановления окон, поврежденных в результате ракетного удара вооруженных формирований Украины 16 июня. Подобные действия недопустимы. В случае подтверждения информации, руководитель образовательного учреждения будет привлечен к административной и уголовной ответственности. В рамках акции «Многодетные семьи России» многодетным семьям Донбасса красноульские семейные пары получили подарки. Об этом сообщает сайт администрации. 29 июля представители Красноульского террорделения общественного движения «Мир Луганчини» передали подарки многодетным семьям. Четыре семейные пары Красного Уча получили канцелярию, развивающие настольные игры, просветительскую и детскую литературу, а также сладости. МЧС ЛНР сообщает о штормовом предупреждении в республике. 2 августа в Луганске и частично по всей территории ЛНР ожидаются грозы, при которых порывы восточного ветра будут дуть со скоростью 15-20 метров в секунду. В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах град температура воздуха существенно не изменится. Во время отключения света люди могут совершить ряд действий, которые могут навредить не только своему имуществу, но и своей жизни. ГПС МЧС ЛНР напоминает правила поведения во время отключения электричества. Соблюдать правила безопасности при отключении электричества жители призывают Краснолуческий ГПС МЧС ЛНР. Как только свет погаснет, следует отключить все электроприборы и освещение в квартире. Рекомендуется оставить включенную одну лампочку, чтобы знать о моменте возобновления подачи электроэнергии. Когда это произойдет, не спешите включать электрические приборы. Сначала убедитесь, что свет не моргает. В темное время суток многие будут использовать для освещения свечи. Устанавливайте их строго в вертикальном положении, под свечники или на несгораемые подставки. Для безопасного горения длина фитиля не должна превышать 5 мм. Не используйте свечи у открытого огня и на сквозняке. Соблюдайте безопасное расстояние до пожароопасных предметов. Не оставляйте зажженные свечи без присмотра. В случае возникновения или обнаружения пожара, звоните в Краснолуческий ГПСО МЧС ЛНР. 2 августа православные христиане отмечают Ильин день, праздник в честь свитхозаветного пророка Ильи. Подробности в сюжете. Согласно церковным преданиям, пророк Илья родился в 9 веке до н.э. В истории святой запомнился, как защитник веры и борец с идолопоконничеством. Пророк Илья считается в народе правителем грозы и молнии, а также покровителем верующих. На Илью православным следует обязательно сходить в церковь, поставить свечку у иконы пророка и вознести молитву. В этот день существовали определенные запреты. Наши предки их старались не нарушать, чтобы не разгневать пророка. В этот праздник нельзя было купаться, потому что считалось, что после 2 августа вода в реках и озерах становится холодной. А в южных регионах с этой даты начиналось цветение водорослей, из-за чего вода неприятно пахла. И несмотря на то, что в Ильин день самый разгар купального сезона, примета сохранилась в народе. Кроме того, люди в этот праздник не должны видеть своего отражения ни в зеркале, ни в воде. В этот день люди остерегаются молнией. Не следует находиться в открытом поле, а также стоять под высокими деревьями во время дождя. Строго-настрого запрещалось работать в саду, огороде, а также в поле. Наши предки считали, что Илья Пророк мог лишить урожая за неуважение. Кроме того, люди годами следили за погодными изменениями. В народе говорили, что глухой гром к покою, гулкий к ссоре. Гром гремит громко, но не резко, к ненастью. Гром отрывисто гремит к короткому дождю. Кто попал в Ильин день под дождь, весь год здоров будет. С Ильина дня ночь длина, работник высыпается, а кони наедается. С Ильина дня вода холодна, до Ильи мужчина купается, а с Ильи с рекой прощается. В центре Вахрушева вандалы испортили знак «Я люблю Вахрушева». Об этом информирует сайт администрации. Как сообщили ОПЖД, за пять лет знак неоднократно подвергался нападкам вандалов. Сотрудники отдела по обеспечению жизнедеятельности Вахрушева и активисты Мир Луганщины только месяц назад восстановили и покрасили знак. На прошедшей неделе в Красном Уче появились на свет восемь малышей. Об этом сообщает перинатальный центр. С 25 по 31 июля в Красном Уче родились четыре мальчика и четыре девочки. Максимальный вес новорожденного составил 3,940 кг. Минимальный 2,820 кг. Главный врач перинатального центра Наталья Шутенко уточнила, что с начала 2022 года на свет появилось 192 малыша. На этом я заканчиваю программу новостей на телеканале «Луч». Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok